Одесский палат спорту может реконструировать. Про это на своей истории в фейсбуке написал народный депутат Украины Олексий Леонов. Далее цитата мовую оригиналу. Перед вылетом на Олимпийские игры в Токио я провел конструктивную беседу с министром спорта Вадимом Марковичем Гуцайтом касательно дальнейшего развития нашего Одесского дворца спорта. Вадим Маркович подтвердил, что министерство готово выделять деньги на развитие, строительство и реконструкцию дворца спорта, который подан на программу президента Ледовой арены. На эту тему больше детально расскажет нам нардеп Олексій Леонов, который сейчас с нами на прямом связи. Пан Олексій, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Тоже просим вас больше детально рассказать про то, как все-таки планируете реконструировать Одесский палат спорта. Вопросом дворца спорта я занимаюсь уже больше двух лет. Был период достаточно сложный, когда пытались сменить директора, поменять арендатора. Все помнят проблему, связанную непосредственно с ледовым покрытием во дворце спорта. Сейчас, после того, как городская сессия, сессия горсовета приняла решение о том, что будет строиться еще один дворец спорта напротив аэропорта, прошло достаточно большое количество слухов по Одессе о том, что будет происходить с дворцом спорта на проспекте Шевченко. Одна из версий была, что передадут новому арендатору, который потом будет подготавливать документы под реконструкцию, и в итоге просто данная территория будет украдена и застроена высотками. Сразу после появления такой информации я обратился к министру спорта Вадиму Марковичу Гуцайду, который искренне ему благодарен. Он занял принципиальную позицию по этому вопросу, сказал, что такого не будет, и тут же подал на рассмотрение наш дворец спорта одесский под программу президента «Ледовая арена». Данная программа подразумевает под собой строительство четырех ледовых арен. Одесса, насколько мне известно, Харьков, Киев и Львов, которые должны в себе объединить шесть видов олимпийских видов спорта, связанных со льдом. И сейчас на рассмотрении один из этих объектов – наш дворец спорта. Вот буквально вчера, провожая Вадим Марковича в Токио на Олимпийские игры, мы еще раз с ним проговорили, что для него это принципиальная позиция. Вновь были написаны обращения на губернатора, на Кирилла Тимошенко и непосредственно на президента страны, для того, чтобы все эти участники поддержали данную инициативу. И однозначно, я думаю, одесситы будут счастливы и довольны видеть на проспекте Шевченко замечательный дворец спорта, ледовую арену, а не очередные новые высотки, которые будут закрывать весь вид нашего города. А че есть проект готовый? Нет, проекта не может быть, потому что буквально три месяца назад анонсировал президент данную программу. Есть проект, который на протяжении шести лет лежал в облсовете на 680 миллионов гривен на реконструкцию нашего дворца спорта. Почему-то это каждый раз затягивалось. Все делалось для того, чтобы дворец спорта умирал и по итогу был украден. Те люди, которые занимаются ледовыми видами спорта сейчас, можно прийти и посмотреть, в каких условиях их дети переодеваются. Это происходит прямо в коридоре, там даже раздевалки до сих пор не обустроены. Доброе, если все-таки будут реконструировать палац спорта, то приблизительно через який час плануется сделать? Ну, данная программа вообще продумывается до 2024 года. И, в принципе, из тех объектов, которые реализуются под Велыки-Будивницком, видим, что это делается достаточно быстро. 16 объектов, которые были запланированы на 2020 год, они полностью реализованы. На 2021 год 16 объектов тоже, которые попали под программу президента Велыки-Будивницком, тоже достраиваются. И, скорее всего, до конца 2021 года будут тоже введены в эксплуатацию. Поэтому, если будет определен срок и достаточное будет финансирование с государственного бюджета, то все вполне реально. Насколько мне известно, вот из хороших новостей, сегодня Одесская область получила финансирование на 11 объектов инфраструктурных в Одессе и в Одессе из государственного бюджета. Пану Алексею, знаем, что вы имеете для нас еще информацию про передачу земли в приватные руки. Про что идет мова? Что это за земля? И что это приватные руки? Ну, к сожалению, приватные руки у нас в Одессе не меняются, которые забирают периодически тот или иной объект. Речь идет о нашем Одесском аэропорте. Так получилось, что мне попали в руки документы, которые завтра будут озвучены на земельной комиссии. А озвучено там будет о том, что 42 гектара земли, которые принадлежат непосредственно городу и коммунальному предприятию Международный Одесский аэропорт, будут переданы на постоянное пользование коммунальному предприятию, который сейчас занимается операционным управлением аэропорта. Два слова скажу, напомнить Одесситам. Изначально, когда был построен Одесский аэропорт за бюджетные деньги, он был передан в управление компанией, которая получила 75% от доходной части данного аэропорта. И только 25% получил город. В итоге мы сейчас видим документ, который подписан непосредственно мэром Трухановым о том, чтобы 42 гектара земли передать в пользование этой же компании, на которой они смогут строить, они смогут возводить новые здания, которые якобы будут для улучшения качества работы аэропорта. По итогу мы понимаем, что просто у Одесситов воруется аэропорт и передается в частные руки. Что планируете делать сейчас? Прямо сейчас вышел из комитета своего податкового Верховной Рады и направляюсь в офис президента. Мною написаны «Зверныня» на президента. И сейчас же постараюсь этот вопрос озвучить и проговорить вовсе президента с профильными замами, потому что это из ряда вон выходящая ситуация. Я же говорю, просто взять у Одесситов, украсть аэропорт и передать его в частные руки. И, в принципе, вы знаете, это один из вопросов, который смущает по строительству нового дворца спорта. Что, в итоге, мне кажется, мы получим построенный за государственный бюджет, из-за бюджета города торговый центр, в котором будет спортивная арена. И который точно так же передастся в частные руки. По этой схеме у нас работает достаточно давно мэр Труханов. И она у него отложена. И все похоже на то, что так и будет продолжаться. Дякую вам, пан Олексій, за то, что были вместе с нами. Дякую вам, что долучилися до нашего прямого эфира. На связи с нами был Олексій Леонов, нардеп. Мы рассказали о развитии и реконструкции Одессского палаца спорта. А также пан Олексій нам рассказал, что территорию аэропорта хочет передать в приватные руки, с чем он и борется.